Современные компьютерные игры могут похвастать реалистичным изображением, яркими спецэффектами и незаурядным игровым процессом. Но успех игры зависит не от количества графики или передовых технологий, а от умения всех участников процесса работать сообща. В прошлом выпуске я уже рассказал, как проходит процесс подготовки при создании игры. В этот раз мастера своего дела расскажут и покажут, через что им приходится пройти, прежде чем игра окажется у вас в руках. Подобно мультфильмам, ни одна компьютерная игра не может обойтись без аниматоров. Любое движение персонажа на экране — это их рук дело. Опираясь на сценарий, они придумывают для каждого героя отдельный набор действий, которые бы передавали его повадки и характер. В этом им помогают 3D-дизайнеры, работники из-за дела по риггингу, где создается подвижный каркас для трехмерной модели, а также актеры, чья игра записывается при помощи технологии захвата движений. Хороший аниматор умеет оживить своих компьютерных подопечных вручную, но технология захвата значительно упрощает процесс и экономит время. Современные технологии способны улавливать эмоции на лице актера, все эти мелкие детали, и потом переносить на лицо персонажа, чтобы оно казалось живым. Во время захвата движений камера залавливает отметки на лице, датчики на теле и на некоторых предметах окружения, с которыми взаимодействует персонаж. Вот так выглядит персонаж после съемки на такие камеры. Без чистки не обойтись, так как ступни кривые. А вот уже чистовая версия. Персонаж чистенький, и его можно спокойно использовать на следующих стадиях. Мне кажется, самое сложное в нашей работе — это сделать плавные переходы от одной анимации к другой, чтобы вы не замечали, где заканчивается одна и начинается другая, при этом не потерять реакции персонажа на окружение. После чистки персонажи начинают покрывать текстурами, благодаря которым все прежде гладкие, однотонные фигуры приобретают цвета и рельеф. С их помощью создатели игр пытаются достичь максимальной реалистичности, однако чем больше деталей, тем требовательней становится игра. Разрешение игр выросло, и это требует больших усилий. Все нужно продумывать, а это отнимает много времени. Теперь недостаточно просто нанести грязь. Сейчас их разные виды, и у этих видов разные состояния. И такие детали нужно учитывать на протяжении всего процесса создания. Игра не будет полноценной, если разработчики не позаботятся о еще одной визуальной составляющей, а именно об атмосфере, которая создается за счет специфического окружения и визуальных эффектов. И речь не только о взрывах и вспышках магии. Художникам приходится создавать движения травы, волос и даже потоки ветра, которые несут листья вдоль дороги. В этой игре у нас целая палитра погодных условий, которые могут резко сменять одно другое. От обычного утреннего затишья до частого дождя с ветром и шторма с молниями. В то время как художественные отделы занимаются созданием оболочки, программисты разных направлений создают, так сказать, душу персонажей, наделяют их интеллектом и учат основным командам. Мастера кода работают над движением камеры, искусственным интеллектом, а также реакцией игрового процесса на действия игрока. С каждой игрой искусственный интеллект становится умнее. Теперь персонажи могут не просто следовать командам и передвигаться из точки в точку. Они сами понимают, что их окружает, и сами решают, как реагировать. Действия персонажей могут включать в себя сотни анимированных движений, звуков, визуальных эффектов и тысячи параметров, которые нужно назначить в правильном порядке, чтобы персонаж мог быстро их повторять. И это не навредило качеству игры. Персонаж в новых играх, как и прежде, добирается из точки А в точку Б, только теперь вместо одного существует несколько маршрутов. И нам нужно каждый этот путь досконально продумывать, создавать и наполнять. А это, поверьте, непросто. На завершающей стадии продакшена записываются чистовые голоса и саундтрек. Затем все это сшивается при помощи кода в одну игру, которая получает пометку альфа. То есть она еще совсем сырая и требует дальнейшей доработки и исправления. В игровой индустрии стадия исправлений имеет огромное значение, так как студия не может позволить себе выпускать игру с недочетами. Это резко подорвет ее имидж. Разработчики никогда не ищут ошибки сами, так как знают, что слишком предвзяты к своему детичу, да и глаз замыливается. Поэтому для закрытого тестирования альфа-версии игры они приглашают профессиональных игроков и коллег, которые снова и снова проходят уровни, чтобы отыскать побольше клюков и багов. Когда выявленные недочеты исправлены самыми мыслимыми и немыслимыми способами, разработчики создают бета-версию игры, доступную уже для фанатов. Она преследует все ту же цель — сделать игру идеальной. Настолько, насколько это возможно, прежде чем она окажется на прилавках. Тем временем запускается активная рекламная кампания. На различных конференциях, форумах, по телевизору и в интернете демонстрируются трейлеры и игровой процесс. Начинается оформление предзаказов по заниженной цене и наступает долгожданный день официальных продаж, когда разработчики, наконец, смогут спокойно выдохнуть. Но ненадолго, так как вскоре они займутся выпуском обновлений и прочего дополнительного контента, который продлит удовольствие игрока еще на некоторое время. Это лишь одно из нескольких сотен видео для тех, кто любит мыслить нестандартно, ищет единомышленников для совместных проектов и мечтает вывести свое творчество на новый уровень. Если ты один из нас, то смело подписывайся на канал «За кулисами творчества». Здесь ты всегда можешь быть самим собой.